Уже дно, потому что Китай типа въебал, а биток-то как бы не въебался, по сути, понимаешь, да? Биток как бы не упал нахуй на 20 тысяч или на 5 тысяч, да? Хотя мог бы. А почему не упал? Потому что как бы майнеров везде дохуя. Всем привет, вы на канале CryptoCommons, и сегодня мы поговорим про то, что произошло буквально за последние сутки на рынке, да? Мы видели вот эту вот формацию, можно сказать, двойное дно с медвежьей ловушкой, о чем мы говорили в прошлом видосе. И мы увидели очень такой достаточно мощный разворот, на первый взгляд. После вот этой вот дивергенции по сайферу, после вот этих вот красных точек, которые сигнализировали о том, что это ложный импульс, и еще мы уйдем в дополнительную коррекцию, после этого мы увидели желтую точку на сайфере, которая является очень сильным сигналом после зеленой точки дивера, и увидели мощнейший отскок. Собственно, все как по учебнику, скажете вы. Но надо на самом деле отдалиться, ребята. Чтобы понять, насколько этот разворот sustainable, устойчивый, надо отдалиться и посмотреть в глобальной картине, где мы находимся. Дневной таймфрейм. Мы видим, что биток сходил в коррекцию, такую же, как и вот здесь, в принципе. И немного провалившись под сетку AMA Ribbon, сейчас мы видим зеленую свечку, то есть биток начал отскакивать. Опять же, до тех пор, пока мы не пробили сетку AMA Ribbon, она может выступить как сопротивление. То есть, смотрите, вот здесь мы тоже к ней ходили, но от нее отвалились и пошли еще ниже. И потом, только когда мы ее пробили, вот тогда начался настоящий заброс наверх. То есть, сейчас нам важно пробить сетку AMA Ribbon, а это уровень 59500 и выше закрепиться. Далее. По сайферу тоже мы здесь видим, что после красной точки появилась зеленая, и плюс еще подтверждающая зеленая вот здесь. Это достаточно хороший сигнал в краткосроке, что мы идем наверх. Давайте отдалимся еще побольше на недельный таймфрейм, посмотрим, что там. На недельном таймфрейме у нас с вами виден очень хороший отскок вчерашний. Мы с вами закрыли недельную свечку очень хорошим отскоком, четко от верхней границы AMA Ribbon. Помните, о чем я вам говорил, что тренд у нас параболически усиливается, соответственно, касания будут все меньше и меньше дотрагиваться до этой сетки. Как было вот здесь. Смотрите, сначала были касания, сначала мы уходили ниже, потом отбивались от нее, и потом касания прекратились, и мы полетели над ней. Собственно, в параболическом тренде это нормально, потому что, смотрите, вот у нас было касание сетки, мы даже прокалывали ее чуть-чуть ниже. Здесь у нас уже было касание середины сетки, и сейчас, возможно, что мы имеем дело с касанием верхней струны сетки и улетаем сразу наверх. Но для этого вот эта свеча, которая открылась, недельная свеча, за эту неделю должна стать поглощающей и стать зеленой, то есть стать выше, чем вот эта свеча. Соответственно, мы должны уйти выше 63-64 тысяч, чтобы этот сценарий подтвердился. Опять же, эта свеча хайконаж, и она затормаживает, поэтому она красная. Обычная свечка, если вы посмотрите, тоже пока еще красная. Вот эта обычная свечка должна стать зеленой и выпрыгнуть выше хотя бы 59 тысяч, чтобы говорить о каком-то развороте. Месячная свеча, опять же, обычная месячная свеча у нас сейчас с вами красная. И помните, что у нас закрытие месячной свечи с вами завтра. Завтра последний день месяца, соответственно, завтра ночью в 3 часа ночи по Москве, то есть в 0.00 по UTC у нас будет закрытие месячной свечи. И нам бы, конечно, с вами хотелось, чтобы она была зеленая. Для этого ей нужно закрыться выше вот этих вот уровней, 63-х. Но если вы посмотрите на свечку хайконаши, мои любимые свечки, то они все еще зеленые. И это очень хороший сигнал на самом деле, потому что свечки хайконаши реже меняют цвет и реже вводят вас в заблуждение. Смотрите, как они хорошо держат тренд. И сейчас они зеленые. Так что, на мой взгляд, все очень, даже очень выглядит побыче. Кто хочет больше разобраться с тем, что такое свечи хайконаши и с чем их едят, внизу в описании этого видео есть все полезные уроки, видосы про индикаторы, про всю хурму. И вот есть урок про свечи хайконаши. Его с YouTube удалили, поскольку это мы делали перевод канала Secret Mindset. Они что-то имеют против, видимо, того, что их бесплатно переводят. Так что смотрите их на Kost.v вот по этой ссылке. Очень полезный урок. Я думаю, вы найдете его очень познавательным для себя. Это что касается макро. Макродвижухи. Макродвижуха у нас бычая, как вы можете видеть. Опять же, на месячном таймфрейме зеленая точка на Cypher, зеленый money flow. Так что, на мой взгляд, вообще нет причин паниковать. Доминация BTC при этом у нас медвежья, как мы и ждем тоже на месячном таймфрейме. Сетка M&Ribbon выступила как сопротивление, и мы пошли вниз. Единственное, что на месячном таймфрейме у нас здесь образовалась зеленая точка на Cypher, которая в краткосроке может отыграть. Ну, типа как вот это, в небольшой отскок. Но глобальных, разворотных, желтых точек пока нет. И опять же, вот у нас когда была зеленая точка на Cypher вот здесь, в 2017 году, мы были еще вот здесь с вами. И после этого был финальный импульс альтсезона, который, собственно, я сейчас и жду. То есть, возможно, отскок доминации BTC, и после этого финальный импульс альтсезона. Я вам постоянно об этом говорю, каждое видео, поэтому я думаю, что вы и так знаете. Потому что, смотрите, на дневном таймфрейме по доминации BTC у нас что-то похожее на отскок вырисовывается. Зеленые точки, дивергенции, да и как-то, в принципе, выглядит картина так, да, смотрите. Несмотря на то, что сетка, конечно, развернулась здесь в медвежью сторону, но в любой момент могут нас еще немного развернуть и прокатить с нашими альткоинами к биткоину. После чего только мы пойдем уже тузо дно, то есть в альтсезон. Но это все пока, конечно, рано об этом говорить. Это все спекуляции, то есть глобально мы будем подтверждение этого сценария, и видим, когда мы пробьем хотя бы вот это вот дно в 40% доминации плюс-минус. Это будет подтверждение альтсезона, а если мы пробьем вот это сопротивление в где-то 46-45%, зависит от того, когда мы это сделаем, то это будет подтверждение битсезона. Но я думаю, что, на мой взгляд, ненадолго. Напишите, кстати, что думаете вы. Альтсезон или битсезон нас ждет в ближайшее время. Потому что, конечно же, все-таки стоит брать во внимание, что вот тут у нас тоже была желтая точка, а они, как правило, сигналы запаздывающие, но отрабатывают в целом хорошо. С другой стороны, вы можете сказать, что она уже отработала вот этим отскоком. В общем, напишите, что думаете вы. Но в целом, ребята, как всегда, я вам хочу сказать, что Total Market Cap очень бычий. Мы идем наверх параболически, закругляемся, и так рынки не заканчиваются обычно. Вот, золото достаточно неплохо отскочило ложным гэпом, сходило вниз и вернулось туда же, где и было. Вот, напоминаю, что золотом можно торговать на бирже Femix, так же, как и криптовалютой. Очень удобная, классная биржа. И хочу вам сказать, вступайте в нашу команду, кто торгует на Femix. По ссылке из описания вступайте в нашу команду на Femix Trade Arena. Там большое состязание. Вот, нас уже, в принципе, больше 10 человек. 12 человек. Так что присоединяйтесь к нам, можете быть в 13-м, если успеете. Вот, состязание прикольное. А тем, что еще не очень много народу, соответственно, большие шансы на победу. Что еще хотел сказать? Да, ребята, хотел сказать очень важную вещь. Очень важную вещь. Потому что, как бы все по быче не смотрелось, опять же, некоторые лонги у нас в просадке. Все это выглядит на макро-таймфрейме очень круто. А на микро-таймфреймах, вон, вы видите, что происходит. Я взял хомячий лонг по дэшу. Кто меня смотрел? У меня, как бы, основные позиции набраны, вы же понимаете, еще и ниже 100 долларов даже. Но и по 400 тоже. Я вам хочу сказать, для меня дэш вот что 100, что 200, что 300, что 400 долларов одинаково дешевый. Потому что цели по нему глобальные, ребят. Я много раз это говорил. Если вы взглянете на график дэша на недельном таймфрейме, то вы все сами увидите. И я не хочу повторяться просто, ребят. Цели по дэшу – это как минимум переписать all-time high. А оттуда еще пойти гораздо выше. Вот, ну, это, ладно, как, это средняя цель, я уж не буду говорить. Но как минимум это переписать локальный high в 500 баксов. Вот, поэтому что вы берете его по 100, что по 200, что по 300, конечно, лучше брать по 100. Но в целом это все туда. Вот, и, скорее всего, это будет вот так вот туда, параболически, потому что это дэш, ребята. Вот, но тем не менее, я вижу, я видел много ликвидаций. Вчера в чате писали подписчики, писали гринни, что ж ты загоняешь всех. И я, короче, залез, и я, короче, полез в дэш на хаях, на локальных, ну, как на хаях, вот здесь. По 200 с чем-то я заходил. Помните, хамяч и лонг. Я говорил вам несколько раз, не повторяйте это дома. Это просто я прикалываюсь. И, естественно, что я сделал, когда мы пошли вниз, я подлил маржи. И когда мы пошли еще вниз, я подлил еще маржи. И я могу подливать маржи, в принципе, сколько угодно, насколько вы понимаете. Потому что очень важно, что я вам говорил. Всегда имейте, никогда не торгуйте на весь объем. Вы всегда должны иметь в заначке гораздо больше крипты или тезера, чем тот объем, на который вы торгуете. Если вы торгуете с плечом. Если вы торгуете на споте, у вас все отлично. Но если вы торгуете с плечом, ребята, плечо для этого и дается, чтобы вы не заводили на биржу весь объем. Чтобы вы не заводили на свой кросс-аккаунт весь объем. Понимаете? Вы можете, грубо говоря, у вас есть, я не знаю, там 100 дэшей. Торгуйте на 5, на 10. Или у вас есть, там, не знаю, 10 тысяч тезера. Торгуйте на 500 долларов, на 1000. И вы можете брать 10-е плечо, вставать на эти свои 10 тысяч, понимаете, имея в обеспечении 1000. Но если вдруг что-то пошло не так, у вас всегда будет объем, чтобы нивелировать плечо, чтобы убрать вообще свою цену ликвидации. Понимаете? То есть, грубо говоря, если сейчас что-то пойдет не так, у меня есть эти 145 дэшей, чтобы их долить сюда в виде тезера. И ликвидация стала ноль. Понимаете? Просто я сейчас это не беру. Я беру в кроссе, и мне достаточно там нескольких тысяч долларов, чтобы большие позиции удерживать. В этом прикол плеча, ребята. Поэтому обязательно не повторяйте все, что я делаю, думайте своей головой, аккумулируйте потихонечку и держите большую часть средств в заначке. Все, это сказал, просто должен был сказать. И по дэшу, да, на самом деле я много раз говорил, я не знаю, зачем еще повторяться, но смотрите, красный money flow сходит на нет, зеленая точка, восходящий аптренд уже год. Сетка EMA ribbon развернута в бычью сторону. Как бы локальный high не переписан, all-time high не переписан. Даже в отличие от, ребята, старичков, таких как ETH Classic, таких как DoggyCoin, таких как, я не знаю, Litecoin, XMR, они уже все переписали свои предыдущие хаи. Почему дэш-то не должен переписать? 100% он это сделает и пойдет еще гораздо выше. Это мое мнение, дисклеймерный финансовый сайт. Продавайте, продавайте. Если вы считаете дэш говной, он будет падать, продавайте и шортите. Нам такие нужны. Вот, ладно, довольно про дэш. Хайповые новые монеты сейчас не хочу смотреть, я про них говорил, что вы сейчас покупаете вот здесь. Все, кто сейчас входит в Solana, в Avalanche, во всю эту шляпу, в Sandbox, ну, объективно, вы сейчас покупаете вот здесь. Ну, может быть, вот здесь, если вам повезет. Но все равно вы даже здесь не выйдете, и оно уйдет ниже, и вы здесь будете усредняться, усредняться, усредняться. Еще три года будете усредняться, пока вас не ликвиднет. Я, конечно, вам этого не желаю, но просто так будет, я знаю. Поэтому лучше присматривайтесь к тому, что на дне, или хотя бы держите биток там, эфир, понимаете, какие-то стопудовые монеты. Вот, еще очень важное объявление хочу сделать. Это по поводу рекламы. Вчера опять мне написало несколько человек, что они стали жертвой скама через рекламу на нашем канале. Ребята, это бизнес, поймите, это Телеграм. Мы раздаем вам дэш в чате, вы знаете, я раздал уже больше 100 монет дэш, если что, в чате. Кстати, подписывайтесь к нам в Телеграм чат обязательно, кто еще не, потому что у нас там мега офигенная тусовка. Вон, пацаны, что постят по индикатору BigGuy. Дэш им закупается крупный игрок уже 3 года, вообще не вынимая, и дивера, и желтые точки. Вон, видите, дэш биткоин, вот она, желтая точка, которая должна отыграть как раз через год после накопления на этом таймфрейме. Вот, ну я говорил довольно о дэше. Вот, видите, кто-то форвардит эту рекламу. Ребята, я понятия не имею, вообще в душе не... Вот, развод пишут. Я понятия не имею, что там за реклама. Я, конечно, стараюсь их отсматривать, но откровенный скам не делать. Я теперь ставлю хэштег реклама. Вы же смотрите своими глазами, но не будьте наивными дурачками. Вы хотите раздачу дэшей? Я говорю, я раздал уже больше 100 монет в чате. Давайте вот прямо сейчас раздам. Через MyDash WalletBot. Очень полезная, кстати, история MyDash WalletBot. Вот, ребята, поэтому хотите дожди, но терпите рекламу. Что тут скажешь-то? И надо же головой своей думать, а не другими местами. Если вы видите какую-то непонятную историю, то сами в нее вписываетесь. Ну, мне только вас пожалеть остается. Я не отвечаю. Я не могу контролировать чужие проекты, которые покупают у нас рекламу. Если вы хотите вкидывать в это, вкидывайте 2% от банка или полпроцента от банка. Сколько вам не жалко? А то пишут некоторые спасибо, эксанул, а другие пишут, я все потерял, не могу продать. И вот это объявление не знаю, скам не скам. А предыдущий чувак вообще пропал, который оказался скам. Он сделал монету на PancakeSwap, которую нельзя продать. Ее можно только купить. В итоге ее купили, чуваки там на несколько тысяч долларов, мне пишут. И не могут никому продать. А чувак исчез, удалил всю переписку и со мной, и с теми чуваками. И все, я так тут при чем, вы поймите. Я просто медиаресурс. Да и потом, слушайте, что вы вот гоните на меня? Вы в Ютубе вообще видели, какая реклама? В официальном Ютубе я, слава богу, пользуюсь Brave браузером. И всем рекомендую, кстати, потому что он фильтрует рекламу. Но реально в Ютубе абсолютно скамовая реклама. Я только вчера отправил в бан еще нескольких Чарльзов Хоскинсонов с раздачей кардана. Это, блин, Виталиков Бутеринах и еще там кого-то Илонов Масков, которые реально пишут, что давайте нам один BTC, мы вам вышлем два BTC обратно. Но это уже конченый развод. Или вот эти комментарии в WhatsApp, извините меня. Мы их всех чистим регулярно, поэтому вы их не видите. Ну, а когда вы их видите, я надеюсь, вы же не поддаетесь этому и не пишете никому на WhatsApp. Вы думайте своей головой просто, ребят. Когда видите такую разводняк, куда-то свои деньги вкинуть или какие-то памп-щиткоинов там. Ну, вы поймите, что не надо этого делать. Вот и все. Ладно? Я просто вас еще раз предупредил, потому что я абсолютно... У меня нет такой задачи, чтобы вы теряли деньги и потом еще думали, что это я вас соскамил. Вот. Поэтому, друзья, давайте действовать обдуманно, не влетать на всю котлету, тем более в щитки. Вот. Ну, что можно еще сказать? Биток мы уже посмотрели. Эфир, давайте глянем. Эфир, кстати, отскакивает бодрее всего. Посмотрите, эфир даже особо не додронулся до сетки на недельном таймфрейме. И несмотря на то, что, да, здесь есть красные дивера. Вот у нас тут есть и красные точки. Возможно, он все-таки еще покажет нам жесткую коррекцию перед продолжением роста. Но пока выглядит убедительно. Эфир к доллару и эфир к биткоину тоже выглядит достаточно круто. Смотрите, он все-таки походу поджимается к верхней границе этого треугольника и собирается пробить из него наверх. Но опять же, посмотрите, здесь все в этих красных диверах. То есть, может быть, это все ложное движение. Сейчас догонит хомяков и покажут нам корректосик по эфиру. Не знаю, по эфиру, как бы, ребят, я по быче в целом настроенный на крипторынок и на эфир. Но напоминаю вам, что эфир уже очень сильно отрос. Напоминаю вам, что эфир год назад вот здесь валялся и стоил как Dash и как Zcash. И понятно, что вы скажете, нельзя сравнивать Apple и MasterCard, но на самом деле я вам скажу, что можно сравнивать Apple и MasterCard или там Linux и PayPal, потому что мы сравниваем технический анализ, технический срез цены. Мы не говорим о фундаментале проекта. Фундаментал, причем тоже у эфира там свои косяки, там комиссии по 200 долларов за одно движение, неограниченная эмиссия и так далее, и так далее. Или там невозвратные транзакции, знаете, когда сжигается у вас газ, а транзакция не прошла, вы просто спалили газ и все, у меня так было недавно. У Dash в этом плане все превосходно, при том, что комиссии меньше цента и скорость обработки транзакции меньше секунды. Так что и монет, кстати, меньше гораздо, чем эфиров, так что ему помпануть туда вообще вопросов даже не возникнет. Еще раз вам говорю, обратите внимание, он был точно там же, где эфир, даже был выше, выше эфира был. Так что вот такой вот вам не финансовый конкретнейший просто не совет от меня, это накапливать Dash, ребята. Я уверен, вы не пожалеете. Я бы уже давно вам сказал, да выбросите вы уже все, Dash Scam, продайте его, зашортите. Мне же это выгоднее, чтобы так сделали, но я не могу, ребят. Я стараюсь быть с вами честным, откровенным, говорю, что думаю. Поэтому, если вы это цените, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы у нас первый раз. Да, я напоминаю вам, что на бирже Bybit еще вы можете участвовать в лаунчпаде. Нажимаете вот здесь вот еще, лаунчпад. И для этого нужно иметь битдау на балансе. Я надеюсь, у вас у всех уже есть битдау. Мы о нем трубим уже несколько месяцев. Если у вас есть битдау на балансе, вы вот тут вот каждый раз новая штука появляется. Вот сейчас будет Sys, Multi-Chain, Liquidity, история. Они сначала снимают снапшот 5 дней, что у вас битдау на балансе лежит. И потом вот здесь нажимаете Learn More, Commit Now и все. Ну вот я пока жду, я не могу закоммитить. Еще, видимо, снапшот до конца не снят. И все, и вы нажимаете, участвуете и получаете бесплатные монетки. Вас списывают там буквально чуть-чуть этих битов от вашего общего банка. Там меньше процента. И дают вам сразу в соотношении курса X10 этих монет. Очень-очень круто. Поэтому вот участвуйте в этом. Все эти предложения, так же, как и наш Телеграм, второй канал и все дела. В описании этого видео, естественно, находится, как всегда. Вот, ну а по другим монетам давайте быстро глянем, что у нас происходит. По старичкам пойдем сегодня. Bitcoin Cash. То же самое, что и Dash. Посмотрите. Все еще очень дешевый. Pre-pump, реаккумуляция. Ну, как бы, тут вариант очевиден. Binance Coin. Блин, выглядит, конечно, по-быче, но я бы не трогал, если вы еще не в Binance Coin. Я бы не трогал, потому что уже потенциал ограниченный. Хотя, скорее всего, он сделает вот так на бычьем рынке. Вот, ну как бы, блин. Если у вас уже есть Binance Coin, я бы разгружал уже частями его. Это по моей стратегии. Вот, потому что может оказаться, что это двойная вершина по Binance Coin, ибо он уже очень-очень нифиговенько так вырос. Cake. Cake тоже все многие паникуют, что куда летит Cake. Ну, Cake летит куда? Cake летит к своей зеленой точке на сайфере, которая неумолимо появится вот здесь. И вот оттуда-то и надо будет лонговать Cake. Полка Dot тоже, смотрите, находится в коррекции и вернулся к недельной сетке IMA Ribbon, которая только-только сформировалась, кстати, нормально. Вот, последний мувинг только появился. Так что смотрим, как Dot сейчас удержит ее как поддержку. Я думаю, что подбирать Dot уже по-текущему не глупо, и наращивать позицию внутри этой сетки тоже не глупо, как вы можете видеть из истории. ETH Classic тоже замечательно сейчас выглядит. Опять же, если вы накинете на него FIBO, то увидите, что он вернулся после вот этого импульса на 1000%, скорректировался точно до уровня 61.8 по Fibonacci, или, другими словами, до уровня золотой карман, который совпал с сеткой IMA Ribbon. Как бы это не значит, что мы сейчас не можем кольнуть на 78.6 перед этим, но это значит то, что как минимум этот уровень исторически очень сильно отрабатывает, как правило, для реаккумуляции хорошо. Так что ETH Classic выглядит даже более чем замечательно, на мой взгляд, несмотря на то, что здесь есть нисходящий треугольник, который может быть ложно пробит вниз, и потом мы пойдем наверх. Поэтому в целом набирать и добирать ETH Classic сейчас это то, что я делаю, и рекомендовал бы среднесрочным инвесторам тоже так делать. Litecoin. Litecoin тоже, посмотрите, в зеленом MoneyFlow находится. Пришел к сетке IMA Ribbon, сейчас ее тестируют. Выглядит очень даже неплохо к доллару. Жду продолжения роста по Litecoin и жду усиления тренда по Litecoin, потому что на самом деле все вот это, что он нам сейчас показывает, предыдущий All-Time High 2017 года, нынешний All-Time High, это все на самом деле. Жду то, что это все будет просто большой флет, и Litecoin улетает вот так вот на тысячу с чем-то долларов. И в таком случае Litecoin BTC сделает то, что он должен, собственно, был сделать уже давно. Сделает 10x к биткоину в моменте, как он это обычно и делал, если вы посмотрите на его историю. Так что по Litecoin настроен очень по быче. А вот по Matic я изменил свое решение, ребят. Я даже продал Matic, который покупал вот здесь на локальных хаях. Я немного Matic прикупил и продал его в небольшой минус. Потому что, ребят, ну я посмотрел еще раз, сколько Matic дал процентов. Ну это 20 тысяч процентов. Ну, ребят, слушайте. Как бы все. Я посмотрел Alt Season Index и подумал, нет, я лучше без Matic обойдусь. Улетит он еще наверх? Прекрасно. Вопросов нет. Как бы уйдет вниз, мне будет хреново, если я буду в нем. Поэтому я решил обойтись без Matic. А вот Ravencoin я продолжаю держать. Ravencoin, который мы накапливали с вами еще здесь, если вы помните. И у него сейчас тоже очень интересный уровень. Он удерживает сетку EMA Ribbon как поддержку. Так что... И плюс у него сейчас Halloween. Вроде как уже был недавно. Напишите, что вы знаете об этом в комментариях. По-моему, у Raven случился Halloween на днях. Так что, в целом, монета с хорошим потенциалом. И к биткоину на графике мы видим, что она была гораздо выше. Так что вот эта формация с нисходящим сопротивлением может быть пробита наверх. В таком случае Money Flow станет зеленым. С чего мы еще пока вообще никогда не видели по Raven. Так что, возможно, что 2022 год будет бычей для Raven. Но много в эту историю я не вкладываю. Хожу вам честно. XRP, USD. Тоже картина не поменялась. Тренд бычей. Выносит всех и вся. XRP ходит туда-сюда. Но, знаете, жду его наверх. Zcash подтверждает мою теорию о том, что старые альты все-таки не скам. И кому-то еще нужны. Посмотрите, Zcash мы видим очень хороший импульс. И он пока не закончен. Мы видим, как наращиваются недельные объемы. Недельные свечи хайконаши. Мы ползем наверх. И пока никаких признаков на разворот нет. Зеленые точки. Поэтому Zcash тоже держу. Не такую большую позу, как Dash. Но это и хорошо. Еще раз вам говорю, ребят. Кто сейчас говорит, вот, типа, гринни загнал в Dash, надо было брать Zcash. Наоборот, ребят. Если монета все еще здесь или все еще здесь, то вам сейчас надо брать ее, поймите. А не ту, что уже улетела. Вот вы сейчас FOMO поймаете, возьмете здесь Zcash. Он идет в коррекцию и Dash полетит. И вы будете, блин, потом FOMO ловить, Dash брать вот здесь. Понимаете? Поэтому не суетитесь. Взяли монету, сидите в ней. А лучше берите сразу 5-10 монет. Пускай по чуть-чуть. Есть у вас 1000 долларов. Вкиньте по 100 долларов в каждую монету и сидите в них и смотрите. Результат будет лучше, потому что какие-то монеты будут стрелять, вы их будете разгружать. Stellar тоже самое. Ничего не изменилось. Накопление, зеленая точка. Как вылетим из накопления, к битку будет просто здоров. К доллару уже мы видим растущий тренд. Так что Stellar тоже жду наверх. А вот Solano, ребят, опять же, точно так же, как и Sandbox. Посмотрите на Solano. Ну, она растет. Вопросов нет. Но, ребят, я понимаю, что Solano кто-то брал вот здесь по 10 долларов, кто-то брал еще дешевле. И они еще не доразгрузились, вы поймите. Те, кто брал Dash и Litecoin по 10 долларов, они уже давно разгрузились, еще в 2017 году. А у Solano сейчас 2017 год, понимаете, по аналогии 2018. И она в какой-то момент уйдет в медвежий рынок. Точно так же, как и Sandbox, ребят. Моя задача вас предупредить. Sandbox, посмотрите на это. Ну, чуваки, я не призываю шортить, но это будет вот так по-любому. Откуда это будет? Может, чуть выше, но это будет очень сильная коррекция. И уж лучше, если вы хотите купить Sandbox, дожидаться, пока он скорректируется, хотя бы до сетки AMA Ribbon и подбирать его где-то там. Поэтому вот так вот, ребята, такие вот дела. Ничего не изменилось, как вы видите, на макро-таймфрейме. А он у нас самый весомый, самый правильный. Потому что что там внутри дня происходит? Пятиминутки вон включи, там целая жизнь. Там свои медвежьи и бычьи рынки. Но вот это все угадывать сидеть, ну проще в казино пойти играть реально. Вот. А на макро-таймфреймах, еще раз повторяюсь, видно, что есть перекупленные монеты, которые сейчас брать точно как минимум не надо. И есть недокупленные монеты, ребята, которые вы сами прекрасно знаете, как называются. Так что с вами был Грин и нефинансовый сайт Disclaimer. Подписывайтесь на канал Темпрофитроли и увидимся скоро, пока.